Тайфуны Белее снега паруса Рында над палубой звенит За старой картой вас ждут чудеса Тайны старой карты Тайны старой карты И снова мы отправились в далекое прошлое Дело в том, что Вите дали в школе задание Сделать проект по истории русской Арктики И, конечно, Соложата, Витя и Света, юнги Академии парусного спорта Что открыл в Санкт-Петербурге Газпром Вместе со мной, старым боцманом, пройдя за старую карту Очутились на берегу океана И на этот раз Северного Ледовитого На острове Груманд Сейчас его называют Шпицберген Свет, ты снимаешь? Конечно! Отличный ролик вышел! А давайте попросим карту перебросить нас сюда еще раз Но на пару месяцев позже Точно! Получится видеоотчет о зимовке рыбаков-поморах Теперь рассмотрим зимовье поморов сверху Во всех подробностях Только подними повыше Если рыбаки увидят квадрокоптер, испугаются Все море покрыто льдом Груманд лежит далеко за полярным кругом К тому же климат тогда был холоднее, чем в 21 веке А почему так темно? В этих широтах солнце на полгода прячется за горизонт А другие полгода стоит на небе Это называется полярная ночь и полярный день Кажется читала что-то такое в интернете А может в учебнике? По географии Не умничай, всезнайка А вон и рыбаки Их карбас, так поморы называют свои суда Вмерз в лед Витя, подведи-ка дрон поближе Дяденька Боцман А зачем рыбаки скидывают с палубы на лед разные вещи и сами прыгают? Не знаю Беда, салажата Клянусь большой медведицей Начались подвижки льдов Это когда льдины под действием ветра и морских течений Трескаются и наползают одна на другую И теперь деревянному карбасу грозит гибель Ужас! Льдины раздавили корпус судна как спичечный коробок Хорошо, хоть люди успели спастись Такого давления и стальное судно не выдержит Тем более хрупкая деревянная скорлупка Не такая уж и хрупкая Поморы делали днище своих карбасов так, чтобы они могли сопротивляться напору льдов Но это, к сожалению, не всегда помогало Что же они теперь будут делать? Они на острове в полярную ночь И сигнал бедствия подать нечем Радио-то еще не изобрели Несладко им придется Единственная надежда дождаться лета Когда на остров приплывут другие рыбаки поморы Но сначала надо пережить полярную ночь Вещи и инструменты не успели выбросить на лед Все имущество погибло вместе с карбасом Теперь они не могут ни рыбу ловить, ни охотиться Даже хижину построить не смогут без топора Да, задачка Теперь рыбакам по морам грозит гибель от холода и голода Как же им помочь? А давайте сделаем как капитан Немо Это из книги Жюля Верна «Таинственный остров» Ой, а я читала Там путешественники на воздушном шаре потерпели крушение И оказались на необитаемом острове совсем без ничего А капитан Немо помог им Подбросил на берег сундук, набитый всякой всячиной Круто! Мне нравится Только нельзя брать современные инструменты Поищем в подвале ремонтных мастерских Академии парусного спорта Там полно старой рухляди Куски брезента, старые пилы, топоры, молотки, кувалды на деревянных ручках Ледра всякие, ржавые железяки Железяки-то им зачем? Рыбаки поморы мастера на все руки А на Груманте много угля Его и сейчас добывают там российские шахтеры Я понял Если у поморов будет молоток, уголь и куски железа Они сделают кузницу И сами сделают все, что им может понадобиться И рыболовные крючки откуют И гвозди, и ножи, и даже иглы для починки парусов Перезимуют, построят лодью из обломков карбаса И вернутся домой Так чего же мы ждем? Пошли! А я знаю, лодья или ладья Это грузовое парусное судно славян и поморов Правильно, отличница Тайны старой карты Тайны старой карты Продолжение следует